Жители микрорайонов Сарыарка, Диспетчерская, Зеленстрой и МДС сегодня пришли на прием к депутатам. Павлодарцы обращались с просьбой помочь в лечении, с жалобой на работу коммунальных служб и не только. Обо всем по порядку. Жанель Матухина пришла в общественную приемную сразу по нескольким вопросам. По ее словам, работы по уборке снега в городе оставляют желать лучшего. Остановки, тротуары покрыты льдом. Для безопасного передвижения пешеходов используется недостаточно противогололедных материалов или местами они не используются вовсе. Девушка резонно подметила, что особенно в зоне риска находятся пожилые люди и коммунальщики всегда должны быть готовы к резким переменам погоды и вытекающим из этого последствия. Вторая проблема, которая беспокоит ее как маму, это отсутствие в детском саду няни. Говорят, что маленькая зарпата, что они на руках получают 70-80 тысяч. Работа ответственная, морально тяжелая, физически тяжелая, что это надо какие-то предпосылки иметь. И на вот эту маленькую зарплату, 70-80 тысяч, никто не хочет идти, не хочет работать. Это большая ответственность. И это такая проблема, как бы по всем городу говорят. Вот сейчас женщина говорит, депутат Мажелиса говорит, что это по всей республике такая проблема. И в нашем саду одна нянечка, на весь сад. Депутат Мажелиса Вера Ким взяла данный вопрос на карандаш. Также народные избранники пообещали решить проблему несвоевременного вывоза мусора со дворов жилых домов. Поднимаются вопросы, начиная от КСК, заканчивая вопросами цифровых технологий, вопросами социальной сферы. Это говорит о том, что общество за 2-3 года более стало вовлечено в решение совместных проблем. Именно здесь мы в рамках модернизации Маслехата с моим коллегом Асалбек Тугамбаем на пробе именно 5 округа областного Маслехата, совместно с депутатами городского Маслехата, опробировали. И вот оно уже работает. Совет ветеранов микрорайона поддерживает нас. Мы вместе с тем выработали уже ряд таких совместных мероприятий. И уже результатом это является, что мы здесь проводим приемы граждан. Люди сюда будут приходить в первую очередь для того, чтобы получить какие-то ответы, элементарно передать информацию. Это еще один из проводников общения с населением. Такой формат встречи с населением проводится в области впервые, когда прием ведут одновременно депутаты всех уровней – городского, областного Маслехатов и Мажелиса. Главное преимущество подобных общественных приемных в том, что собравшись в одном месте, в одно время депутаты могут сразу рассмотреть вопросы, каждый на своем уровне. Для обратившихся нет надобности направлять запросы в несколько инстанций. Подобные приемы проходят с частью лиц, в чьей компетенции решение проблем как регионального, так и республиканского масштаба. По поступившим от населения обращениям либо были даны комментарии на месте, либо составлены депутатские запросы для дальнейшего их разрешения. Обязательным условием в работе общественных приемных остается обратная связь от народных избранников. Дарья Жумабекова, Медедкарим, Ерты Сакпарат.